Всем большой привет, девчонки, и огромное спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодняшнее видео будет, наконец-то, о той одежде, которую я сама для себя заказывала. Этот заказ, тут даже несколько заказов с сайта Sheinside, и сегодня я покажу вам не только то, что мне реально понравилось, но и то, что меня разочаровало. Начну, естественно, с того, что на мне надето. Это платье такого розового пудрового цвета, и мне очень нравится, как выполнены здесь рукава, они как такие летящие, расклешенные. Но это платье нужно реально смотреть на человеке, нужно видеть вообще весь полный силуэт, меня вот так вот в полный рост, потому что иначе вот то, что вы сейчас видите, это как будто бы я превратилась в квадратик какой-то. В общем, платье очень сильно увеличивает. Но на самом деле платье реально классное, то есть если, например, его летом надеть с какими-то там красивыми туфлями, и даже выйти на праздник, там на свадьбу, да, конечно, оно не подчеркивает каждую деталь твоей фигуры, но смотрится оно реально здорово. И очень глубокое тоже декольте идет, но мне нравится, что этот бантик, в принципе, все прикрывает, и ничего так сильно не бросается в глаза. Следующее платье, скажем так, противоположное с предыдущим, потому что оно реально подчеркивает фигуру. Обычное серое платье, мне очень понравился материал, он тянется, и очень приятный телу. Я уже это платье надевала несколько раз, и мне нравится, как оно смотрится, и длина до колена. И из этого же материала так получилось, что в следующий заказ я заказала еще один джамп-сьют, боди-сьют. Сейчас покажу. В нем я хожу реально только дома, потому что он такой слишком, ну, откровенный, что ли, чтобы в нем куда-то выходить. Вот этот комбинезон на мне, он мне, кстати, напоминает стиль Ники Минаж, у нее, по-моему, такое все, типа в обтяжечку, в липочку, но вот на домашний выгул, на то, чтобы ходить в этом дома, идеально просто. Мне нравится, как здесь это оформлено на груди, как сеточка такая сделана, сзади вот так вот, ну, то есть, да, тут еще и без галтера нужно ходить. Следующая парочка, которая мне очень нравится, в принципе, я сейчас ищу такой белый джемпер, белый свитер, чтобы носить вот с этой юбкой вельветовой, но как они смотрятся вместе, мне тоже нравится. Топ в бельевом стиле, мне понравилось качество, в принципе, мне нравится, как выглядит этот топ, я заказала еще в черном цвете, тоже покажу. А юбка тоже, на удивление, села отлично, просто вот прям села мне на талию так, как надо. Длина с моим ростом лучше бы, чтобы она была до колена, тогда мои пропорции тела смотрятся лучше, я в метр шестьдесят семь. А так она сейчас ниже колена, в принципе, тоже неплохо, но чтобы смотрелось красивее, мне лучше надевать каблучок. Вот этот джемпер я заказывала для того, чтобы как раз его комбинировать с вельветовой плессированной юбкой. Но я не знаю, что с ним случилось, когда он только ко мне прилетел, то есть я распаковала коробку, примерила его, и, ну, сел он хорошо, померила их вместе. Потом я его сняла, положила, и на следующий день достаю, а он какой-то короткий. В общем, я не знаю, он каким-то образом сжался, ужался, вроде я его никуда во влажное место не клала. Если попытаться там заправить как-то, то, в принципе, можно так носить, но в любом случае, я вас предупреждаю, берите какой-то размер намного больше. То есть у меня этот, я думаю, S или XS, я напишу обязательно в описании, и он прям сильно очень сжался как-то. Это знаете, как есть такие полотенчики, которые бросаешь в воду, они становятся большими, это, видимо, наоборот. И вот достаешь из коробки, оно сужается постепенно. Вот это мое большое разочарование, и разочарование именно из-за того, что этот свитер ужасно воняет. Несмотря на то, что мы его постирали, то есть отмачивали, стирали, запах не выветрился, пахнет каким-то техническим маслом. В нем все замечательно, и расцветка, и то, как он сидит, и мне кажется, что мне очень он подходит. И рукава у него отличная, длинная, крой красивый, сзади чуть-чуть длиннее. Представляю его как вот с этой юбкой можно носить, так и с джинсами какими-то светлыми, темными, с джеггинсами, с леггинсами, со всем чем угодно. Я не знаю, что с ним делать, возможно, его стоит еще раз замочить, дать ему еще один шанс. Если у вас есть какие-то советы, как можно избавиться от противного запаха у одежды, обязательно напишите мне в комментариях. Следующая парочка, это снова топ в бельевом стиле, именно о нем я вам говорила, такой черный, и мне он еще больше нравится, чем предыдущий такой розово-бежевый, потому что я без ума от лямочек. Лямочки супер тоненькие, сидит он замечательно, то есть надевать его вниз под какой-то жакет или вот под кардиган, мне кажется, просто супер. И кардиган мне этот тоже понравился, мне очень нравится цвет, он тепленький, не колется, и мне кажется, что на весну это просто самое то, что надо, потому что тепло к нам, я думаю, еще не совсем скоро придет. Так, следующий джемпер уже вызвал такое неоднозначное мнение с вашей стороны, кому-то он очень понравился в моем видео, где я рассказывала вам про свои волосы, кому-то не понравился. В общем-то, мне, как вы понимаете, он очень нравится, он объемный, конечно, он придает вам объем, но смотрится просто офигенно. Дырочки прикольные здесь спереди, помпошки и дырочки. И из-за того, что он такой весь в дырочку, советую вниз все-таки надевать какую-то черную маечку. И пока я в этом красном свитере покажу вам новинки из палантинов, шарфов, которые у меня появились. У меня, как вы знаете, если следите за мной в инстаграм, инстаграм ставлю внизу, он мне там всегда, у меня много бежевых и особенно много серых пальто. Ну, мне нравится, как они на мне смотрятся, но часто мне хочется добавить какой-то яркий акцент, и акцент можно добавить при помощи шарфа. Поэтому я решила заказать вот такие красно-бежево-серо-зеленые шарфики. Сейчас покажу, как они смотрятся. Например, вот этот вот с зеленым каким-то оттенком, мне кажется, бежевое пальто, он будет разбавлять очень даже классно. Ну, по-разному можно завязывать, я зачастую именно так завязываю, и если совсем холодно приподнимаясь здесь, тогда уши даже скрываются, и даже ушам тепло. Вот такая расцветка у него. И второй, который я уже носила с серым своим пальто. В общем, они оба идут в клеточку. Советую, если заказываете шейнсайд, то на них точно обратите внимание. Ну что, вот этот свитер-платье, в принципе, больше разочарования, потому что я все-таки надеялась, что он, оно, это платье будет более приталенное. А сейчас я в нем выгляжу, как такой маленький мук, и оно очень широкое. Если у вас дома холодно, и вы хотите согреться, то заказывайте его. Если вы хотите выглядеть как-то стильно, то я не уверена, потому что и цвет такой какой-то, ну, чересчур темный, мышиный. Этот комплект уже из более такого делового стиля. Заказала я его, потому что мне очень понравилось, как выглядело на модели на шейнсайд. Ну, там много чего мне нравится, как выглядит. Я неплохо села, но не скажу, чтобы я прям очень сильно влюбилась. И мне больше нравится, как отдельно смотрится вот это платье на мне. Из-за того, что слишком много бахромы как здесь посередине у платья, так и здесь у жакета снизу. И они как-то слишком сливаются и прибавляют объем. То есть вот так вот, например, нормально, когда назад убираешь, но так же ходить не будешь. И длина у платья до колена. Мне вообще, на самом деле, смешно даже рассказывать, зачем я это все заказала. Мне нравится милитарий стиль, как он смотрится. То есть по цвету он мне подходит и, в принципе, красиво смотрится. Но заказала я не для того, чтобы вот так вот ходить гулять. Заказала я для того, чтобы ходить в такой вот одежде в лес. Я очень люблю ходить в лес, собирать грибы. Ягоды мы частенько это делаем, когда ездим к родителям. Кепку для того, чтобы защищать голову от клещей. Регулируется, насколько плотно она будет сидеть на голове. Затем идет вот такая рубашка. Я бы ее точно не купила носить на каждый день. Но к этому образу она хорошо подходит. Брюки. Брюки я надевала уже с топом в бельевом стиле. Они смотрятся отлично. Брюки сами по себе очень приятные. Они мягкие такие. В принципе, дома в них ходить тоже, мне кажется, замечательно. Можно. И не только дома. Выйти куда-то там на прогулку с собакой, например, тоже отлично подойдет. Если говорить про куртку, то у нас сделана из такого плотного джинса. В принципе, тоже, на мой взгляд, неплохо смотрится. Так, здесь еще можно затянуть. И капюшон. Куртка, на самом деле, на удивление, здорово. И сидит, и смотрится. Я буду даже, наверное, спокойно на улицу погулять надела. Из всего этого комплекта то, что мне очень понравилось, это куртка на первом месте. Ну и штаны. Они, конечно, обычные, но очень приятные. В этом комментизоне у меня была фотосессия. И он только для фотосессии, на мой взгляд, и подходит. Начну по порядку. Во-первых, короткие штанины. Потом сверху здесь было две части кружева. То есть, спереди вот такой прямоугольник и сзади. Я уже немножечко сшила вместе, чтобы был больше виден силуэт. Но можно еще сшивать, чтобы было красивее. Ну а, девчонки, на этом я буду заканчивать. Я буду очень рада, если оказалось вам чем-то полезно. И это видео было для вас интересно. Если так, то огромное спасибо за ваши пальчики вверх. Обязательно напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. И заказываете ли вы вообще с сайта SheinSite или из каких-то других китайских сайтов. А я вам желаю отличного настроения. Мы совсем скоро увидимся. И пока-пока!